окей так что мы начнем и как мы сказали сегодня вечером соли рабай так что у нее было чтобы у него была аля нишама вот это то что мы учимся сегодня чтобы было чтобы было аля нишама для него даже вот это был конечно на хатруах для него он начал как мы знаем он пришел в эту синагогу и давал шиурим каждый вторник что мы продолжаем здесь тоже не по недельника во вторник одну историю которая услышала от него когда но это было много-много-много лет тому назад так что я хотел вам рассказать он делал я говорю девяносто третьи года девяносто четвертом году у нас третий году но сторон третьем году он мы были мы жили в клинцы и там они делали какую детскую программу ты или мы читали каждый днем там хазан был автобит на кинезава и там а я был еще маленький и там у нас там один раз он сказал одну историю интересную хотел бы вам это рассказать и история идет так что мы все все мы должны интересно все мы должны изучать как читать все мы должны знать как читать но у нас мужчины и женщины ну как бы больше это для мужчин что если у нас изучать митцвы, изучать Тору. Женщина тоже имеет митцвы, изучать Тору. Какую Тору? Больше для мужчин, чем для женщин. Мужчина должен изучать очень много Торы, но женщина только свои законы. То, что ей касается, эти законы женщина должна изучать. И по этой причине каждое утро мы каждое утро в Вирхот Ашаха мы говорим благословление на Тору. Это и мужчины, и женщины говорят. Значит, выходит отсюда, что есть какая-то обязанность также для женщин обязанность также для женщин изучать Тору. Здрасте. Только начали. Окей. Но написано в Талмуде, если человек, если мужчина, например, через 120 лет, когда идет в тот мир, какой вопрос спрашивают? Вопрос. Через 120 лет. Делал ли ты время для изучения Тора? Вахкади, авройи Торохана, йоне. Вот это вопрос, который спрашивают. А теперь... А теперь... Так что женщины должны изучать законы, которые касаются их. Например, законы Кашрут должны знать женщины. Аллахот, да? Должны законы Кашрут, Аллахот Кашрут, Аллахот Ниддад, Шаббат, законы Шаббат, они должны знать, Брахот, должны знать. Вот эти вещи, значит, вот эти вещи, которые все женщины тоже должны знать, не только для мужчин. Или про имуна, про веру Бога, знать вот эти вещи, да? Так что это не только для мужчин, так что для женщин. Все эти вот эти митцвы. И поэтому через 120 лет, да, вот это один из первых вопросов. Сделал ли ты время для себя, чтобы изучать Тора? Потом весь вопрос... Так что человек может сказать, что у меня не было времени. Почему у меня не было времени? Потому что я был бедный. Бедный был. Так что он бедный был. У меня времени не было, он должен был искать. Ахуно походу, он искал, деньги собирал. Так что у него не было время изучать Тора. Так что в этот момент приносит человека, который тоже был бедный и смог изучать Тору. Кто это был, В Толмуде написано, был такой раба, и звали его Гилель. Бедный был, очень бедный был. Но он стал президентом, самым лидером еврейского народа он стал. Он стал Коломшу. У него столько денег не было, чтобы изучать Тору, чтобы зайти в бет-метраж. У нас, слава богу, сейчас бесплатно. Но в то время надо было заплатить, там, деньги надо было заплатить, чтобы зайти и слушать Чиур. У него денег не было. Что он сделал? Поднялся на крышу и оттуда сидел, слушал Чиур, чтобы изучать Тору. Так что, один раз что становится, что столько много снега упало, что он даже не заметил, он сидел, слушал. И что становится, они, а теперь Чиур закончили. Они смотрят, говорят, что свет, что он на бронде, да, еще солнце не вышло. И еще, так, вышли на улицу, есть, солнце есть. А почему здесь темно в бет-метраж? Поднялись они на крышу и увидели, там человек сидит и слушает. И когда они увидели, что есть столько желаний у него, да, слушать и учить Тору, так что что сделали, и его пустили в бет-метраж. Но он стал большим, великим человеком, стал Гилель, но он был бедный. Другой человек, да, значит, другой человек, который, который, давайте, значит, есть человек, он скажет, что Я был очень красивый, красивый, все за мной бегали, так что не было у меня времени. Так что, и поэтому он был грешником, не за это он стал. Поэтому, что делают, зовут человека, кого, приносит пример, Юсефа Цадик. Юсефа Цадик тоже был красивый, но зато он стал, был цадиком, остался цадиком, он смог бы себя сдержать, и все было, это. Есть человек, скажет, я был очень богатым, у меня времени не было для изучения Тору, я богатый был, у меня бизнеса были, я бегал туда-сюда, вахтам не был. Окей? Принесут другого рабая, который был очень большой, великий рабая, но это рабая, чё? Он был такой богатый был, что у него были очень много лес, и скот, и все, все, все у него было, столько много. Он стал большим, великим рабаем, значит, это все, что выходит отсюда, что это все причина. Если есть желание у человека, все будет. Так что один человек, да, один человек, короче, один человек, ему говорили, хай турахан инку, я не боюсь ничего. Через 120 лет, если меня спросят, почему ты не изучал Тору? Я скажу им, я скажу в небесах, что я не знаю, как читать, я читать не знаю, и поэтому, я читать не знаю. Слава богу, мы в Руси хорошо, да, но вахтая песня была в Руси, так что, да, нормально, но все равно лучше научиться, как читать на иврите, да, буквы иврита, буквы иврита дают еще больше, да, дают святость человеку. Все вы можете научиться, как на иврите, на иврите, да? Да, я понимаю, да, 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 но если даже научитесь, как на иврите читать, это еще лучше, это еще лучше, даже женщины. Почему нет? Мы не живем, смотрите, мы не живем сто лет назад, где не было шанса изучать. Мы живем сейчас в 21 веке, что есть у нас шанс изучить ивритские буквы, даже не слова, потому что буквы только, только практиковаться, практиковаться, это все поможет нам, и через это мы сможем. Но этот человек, Чемешваки, оба мегунки, да, ему говорят, почему ты не изучал Тору, Чемешваки, он говорит, что я скажу, что через 120 лет у меня не было, этот, шанса, почему, потому что я не знал, как читать на иврите. Окей. Чего становится? Вахташмебио и одума. И он, нашама его поднимается, и он стоит перед небесным судом. Хай, мне говорят, хай, почему ты не делал ни цвот, говорят, говорит, что, и почему Тору не изучал, потому что я не знал, как читать на иврите, не знал, как читать. Хорошо. Так что суд, они сидят и думают, думают, что делать с ним, у него есть хороший экскьюз есть, да, есть хорошая причина. Так что они говорят, мы не знаем, что делать, гейном тебя послать не можем, потому что не знал, как читать. Ганеттон тоже не можем послать, потому что... Никак не читал. Да, ничего не читал, не знал ничего, не молился, не делал, не исполнял, ничего не делал. Так что чокнем тухти, ни в Гейнове, ни в Ганеде. Так что мы тебе так сделаем, мы тебе дадим бумажку, окей, и в этой бумажке, бумажка как бы пэс, да, пропускной, куда хочешь иди, ты делай выбор, ты делай выбор, сам себе, окей. Что становится, что становится, он это берет, он говорит, окей, подарам, боум, мегуптанки, Ганеден, я беру Мегу Ганедена, да, пойду посмотрю Ганеден, у меня есть пэс, у меня есть пропуск, так что куда хочу пойду. Заходит он, Ганеден, все садиким сидят, изучают Тору, Торохоника дышит, изучают Тору, он сидит, слушает, слушает, ему скучно стало, ничего не понимает он. Ну, скучно стало, все там, это, рабаи, это, то, да, ему стало скучно, он говорит, давай, я берем к ним, может, там по-другому, да, по-другому там. Заходит он, а теперь он приходит, это, ворота, тах-тах-тах, он говорит, у меня есть пэс, говорит, я хочу выйти из Ганедена. Хорошо, показывает он, его отпускают, он вышел из Ганедена и заходит куда, в Гейном, потом в Гейномедро, заходит, перед чем как Гейном зайти, там сторож стоял, он говорит, показывает, он говорит, да, куда ты идешь, я хочу Гейном зайти, посмотреть. Он говорит, почему, говорит, вот, у меня есть пэс, говорит, да, я могу зайти, этот, пропуск, я хочу зайти в Гейном. Он говорит, хорошо, прочитал пропуск, да, заходи, поход, зашел туда, что он увидел, а вот, все друзья его там, да, все там, все одного там жарят, другого варят, все мучаются там, мучаются в Гейноме, они его увидели, он говорит, эй, Авромчик, что ты здесь делаешь? Он говорит, помните, я вам говорил, что я скажу, что, что я не знаю, как читать, вот, Гавима, гжаш, то, что я сказал, так не знало, я пришел, они меня спросили, почему ты не исполнял, я сказал, я не знаю, как читать, все прошло, вот, все знало, нормально, вот, смотрите, что у меня есть, у меня есть пропуск, я чего хочу, могу делать, окей, они ему сказали, иди, выходи отсюда сразу, смотри, как мы здесь мучаемся, выходи, выходи отсюда, убегай, так что он говорит, окей, давай, Анжбей, Бром, пойду я в Ганеден, от тебя приходят в ворота, чтобы выйти, так-так, стоит там ангел черный, другой уже ангел там, он говорит, да, что ты хочешь, у него спрашивают, я хочу выйти из Гейнома, он говорит, кто сюда заходит, не выходит, что ты имеешь, эй, у меня пропуск есть, пропуск, он берет это, читает, читает, он говорит, я не знаю, как читать, да, тоже так же говорит, какой же, какой привет, такой же и ответ, да, так что то, что он хотел сказать, что он говорил, что у меня есть экскьюз, я, я, да, но это тоже не прошло, да, так что это тоже не пройдет, что мы учимся отсюда, от этой истории, что мы учимся, что человек, что просто так ничего не становится, да, человек делает что-то плохое, он должен заплатить за это, делает хорошее, он получит награду за это, ничего, просто так не происходит, не про это, но также мы должны знать, через 120 лет, через 120 лет, когда уходит душа, уходит на грядющий мир. Олам Абба. Все мы пойдем в тот мир. Все. Тело хоронят, но что становится с душой, душа уходит в тот мир. И там все проходят через суд. Через большой-большой суд. Все-все-все будут судить. От маленькой до большого все будут судить. Человек будет стоять там, его душа, человек будет стоять, и все будут судить. Почему ты так сделал, почему это сделал, почему, почему, почему. И на всем у нас должны быть ответы. У нас, как мы в прошлый раз говорили, что человек, когда делает митцвот, он создает чего? Ангелов создает. И эти ангелы приходят, его сторожат. Они как логеры приходят, ему всегда защищают его. Они защищают его. А если он делает грехи, если он грехи создает, тогда он создает плохих ангелов. И эти ангелы приходят всегда, как говорят против него. Против него. Они как прокурору все. Они стоят и говорят против него. что мы должны проснуться и подумать, как же мы можем измениться, что мы можем сделать, как мы можем исправить себя, исправить свои деяния. Смотрите, еще интересно, часть дней Шавот, не Шавот, Омер. Евреи вышли из Египта, когда 15-го Ниссана. И сразу, в следующий день, 16-го Ниссана, они должны были уже считать Омер. Так же и мы считаем Омер. И до когда? До Шавот, до праздника Шавот. Теперь, как мы считаем Омер? Сегодня какой день? Например, 24-й день Омер. 24-й день Омер. И это есть сколько дней? Три недели и три дня. Три недели и три дня. Теперь, если подумать, если они считали, чтобы получить Тору, если ты считаешь, если я считаю, чтобы получить Тору. Вот, например, если мы скажем, что через месяц мы уедем в Израиль, или через месяц мы поедем в город, так что как человек будет считать? Сегодня один день до моего уезда, или скажешь, сегодня 30 дней осталось до уезда. 29 дней осталось до уезда, да? 28-27, да? Так что здесь, так же здесь должно быть, вначале они должны были считать, 49 дней осталось до дарования Торой. 48 дней осталось, 47. Вниз, вниз, наверх. А как мы считаем? Они знали, что они получат, потому что Бог сказал, что вы получите Тору, да? Вот это была вся причина, даже когда Моше пришел фараону, он еще сказал, отпусти еврейский народ, чтобы они пришли и служили мне. И так же Бог говорил о Моше первый раз, когда он его послал, он сказал, на этой горе, на этой горе вы будете меня служить. И это что-то обозначает? Дарование Тору будет на этой горе, на горе Синаи. Так что они знали об этом. Если они знали, так что они должны были считать, как бы 49, 48, 47, а не 1, 2, 3, как мы сейчас считаем. Почему тогда мы так считаем? Смотрите, интересный ответ. Я слышал, что они были рабами. Вышли они на свободу. И что они делали каждый день? Каждый день они считали, например, сегодня первый день, что я стал, что я не только свободный, что я улучшаюсь. Завтра, сегодня второй день, что я улучшился. Вы понимаете? И так рабы, рабы, за 49 дней на 50-й день они стали пророками стали. Вы понимаете как? Как? Потому что каждый день они улучшались и улучшались, и выше, выше, выше поднимались они. Значит, что мы считаем? Сегодня 23-й день улучшения, что я выше еще поднялся. Духовно. Для чего? Для дарования Торы, который будет в праздник Шивот. И вот это то, что мы делаем сейчас. Сейчас каждый день мы считаем, для чего? Чтобы улучшиться, чтобы стать лучше, 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 чтобы духовно подниматься. И мудрецы говорят, что вот эти дни, именно вот эти дни, 49 дней, которые помогают человеку подниматься на большие высоты, духовно подниматься на большие высоты. Но как? Мы должны, должно быть желание. Для этого должно быть желание. И мы должны хотеть, например, шаббат лучше держать, или благословление говорить. Как я сказал, можно буквы на иврите научиться. Это все хорошо. И так мы будем подниматься, так мы будем улучшаться. Так мы будем улучшаться и духовно будем подниматься. Это как бы большая вещь. Давайте я еще одну вещь скажу, потом мы сделаем законы шаббата. Как это? Мы в Торе читали, например, по Рашадке Душием, на шаббат мы прочитали, и там было написано, будьте святыми. Мы это все знаем. Потом написано, одна из первых митцвот, которая написана там, ищи ему вебивтирау, ветшаптутай тишмору. Это означает, что человек должен уважать своих родителей. У нас 10 заповедей написано там, уважайте родителей, кобет это виха витимеха, уважай своего отца, как ты уважаешь свою мать, потому что человек больше уважает свою мать, чем отца. Поэтому в Торе написано, кобет это виха, отца тот также уважает, первым написано, как ты уважаешь свою мать. Но, когда написано про страх, как бояться, боязнь, боязнь, ищи ему вебивтирау, надо бояться мать, как ты боишься своего отца. Понимаете? Сначала мать написано, так что надо бояться, как ты боишься своего отца. Что это обозначает бояться? Или... Уважение. Уважение, это уважение. Есть еще бояться. Две разные вещи. Например, уважать, с одеждой уважать, кормить, это уважение. Или, например, бояться, это обозначает не называть родителей по его имени. Или, например, не сидеть на его месте. Или, например, родители, если что-то сказали, не говорят, ну, вы не правы, что это он шмор. Это все должно быть как бы уважение и также боязнь. Окей. Но в Тории написано, ищи ему, ва вивтирау, надо бояться. Ведь шабтатай тишмору, но соблюдайте мою субботу. Почему-то, какая связь между субботой и... 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 Так что мудрецы говорят, объясняют, что если родители говорят, что делать ему? Они сказали... Роу света грон, роу мужчина бьер, да? Шабот ба. А теперь, что ему делать? У него есть две митцвы есть. Соблюдать субботу или уважать родителей. А теперь, что ему делать? Соблюдать субботу или... да? Соблюдать субботу или... или это делать? Или... 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 или уважать родителей? Так что в этой ситуации, что человек может сделать? В Тории написано, Анияшем, Я Бог. Что это означает? Твои родители тоже должны меня уважать. Анияшем, так же меня должны уважать. Значит, так как они должны уважать... так как они должны уважать Бога, и Бог приказал соблюдать субботу. Да? Так что, в этой ситуации не надо слушать родителей. Окей. Но, кто-то дал другое объяснение. Есть у нас... Что такое шаббат? Шаббат, вот мы когда соблюдаем субботу, что мы делаем? Мы показываем, что мы верим в Бога и что Бог создал этот мир. Вот это, что мы верим. Да? Когда человек... Шаббат не гомедора, для чего надо сдержать субботу? Почему? Потому что я, когда соблюдаю субботу, я говорю, что мир просто так не стал, что Бог создал этот мир, и он шесть дней работал, а на седьмой день он отдыхал. Вот это то, что обозначает соблюдение субботы. Я показываю, что Бог создал этот мир. Так что, в Торе написано, что? Уважай родителей и соблюдай субботу. Какая связь между ними? Я дам другое объяснение. Другое объяснение такое, что, когда человек уважает родителей, теперь человек, вот, например, в 21 веке, да? Если он совсем не в религии, ничего, да? Идет в фабрик скул, его там учит, его там учит про Дарвина, да? Теория Дарвина. Отсвечет теорию Дарвина, что люди появились от обезьян. Правильно? Люди появились от обезьян. Если люди появились от обезьян, почему тогда мне уважать своих родителей? Да? Что такое эволюция? Да? Эволюция, эволюция. Это обозначает, что мы улучшаемся. Каждое поколение, мы улучшаемся. Значит, я улучшу своих родителей по теории Дарвина. Правильно? Почему мне уважать своих родителей? Они меня должны уважать. Я лучше них. Правильно? Да. Значит, по этой теории совсем не надо уважать родителей. Понимаете? Я не понимаю. То, что он селует, они ближе к обезьянам. Да. Значит, поколения, которые до нас, они ближе к обезьянам, чем мы. Вы понимаете? Значит, выходит, я лучше, чем прошлое поколение. Понимаете? Это так думает сегодняшняя молодежь. И вот это то, что сегодняшняя молодежь и так думает. Почему? Потому что, потому что, те, которые идут по обыску, да, так что их учат, вот это, вот эти теории, если учат, правильно? Так что человек будет говорить, для чего мне уважать своих родителей? Для чего мне уважать их? Но что же нас Тору учит? Нас Тору учит, мы все получили, получили, что мы все получили Тору. Где? На горе Синай. И мы знаем, что наоборот, что самый великий и святой человек, это был Адам Арешон, да, до греха, он был, ого, такой святой был. А потом за то, что он согрешил, он спустился. Но потом мы получили святость, когда на горе Синай мы получили святость. Весь еврейский народ. Да? Значит, те, которые ближе к горе Синай, они более святее, чем? чем мы. Значит, прошлое поколение, они ближе к горе Синай, чем я. Так что мои родители, они ближе к горе Синай, они ближе к прошлое поколение. А, видите, как Тору нас учит? Как смотреть на это все? Так что, что написано здесь? Ишь и молдавивтирау, да? Уважай своих родителей и соблюдай мои субботы. Почему? Потому что, если ты соблюдаешь субботу, ты веришь, что Бог создал этот мир. А если мы верим, что Бог создал этот мир, тогда будет причина уважать родителей. Понимаете? А если человек не верит, этот, в субботу не верит, Бога не верит, ничего не верит, тогда что? Тогда, если он отеист, для чего уважать меня родителей? Нет причины. Да? И знаете, что делать? до свидания. Не дай Бога. У нас, а теперь, давайте сделаем законы, немножко, в шаббат, мы говорим, мы говорим, биркад амазон, если кто-то поел обед, да, хлеб, конечно, должен сказать, биркад амазон. Не только на шаббат, но каждый день, если он кушает хлеб, человек или женщина, мужчина, женщина, если кушает хлеб, должно и сказать, биркад амазон, обязательно. Скажет, биркад амазон. Биркад амазон, если кто-то, но на шаббат, в биркад амазон мы добавляем рецепт ахали цена. В субботе. В субботне, в субботне, да? Рецепт ахали цена. Вот это то, что мы добавляем. Не только, не только мужчина должен говорить, биркад амазон, женщина тоже, во время, а мы в Таншан-Даркова, да? Потому что не только мужчина кушает, женщина тоже кушает. Слава богу, в нашем поколении есть сидур, который на русском языке. Ама метамо хонды. Не проблема. Проблем нет. А если не ели хлеб? Если не ели хлеб, тогда не надо. Не надо. Тогда не надо. Но, как мы говорили, на шаббате есть митсва. Смаря, смотря. Че поели. Смарячи поели. Смарячи поели. Да? Смаряча поели. И сколько поели? Орехи поели? Тогда оно фашот. Если кукис поели, тогда амахьяк. смотрят что поели но 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 из митсва кушает трапезу мужчин женщина и мужчина женщина кушает трапезу с хлебом на шаббат и поэтому как в бирка дамазон надо добавлять рецепт алице а если забыли сказать рецепт алице сказали в бирка дамазон прочитали но рецепт алице и забыли сказать добавить со всеми бывают со мной с вами совсем бывает пятницу вечером человек засыпает уже уже полусонный и на уреха механ ию говорит бирка дамазон и не помню этот забыл забыл сказать это рецепт алице надо говорить в рецепт алице если забыли сказать надо повторять бирка дамазон сначала сначала надо сказать бирка дамазон надо не а теперь смотрите есть забыли сказать сказать рецепт алице и ну слушайте внимательно есть забыли сказать рецепт алице и ну и сказали чё в эти в ней иерусалайм и ирах бимира бэмэну барухата но еще низкого барухата ажембона юшала и тогда можно пойти обратно сказать рецепт алице и ну и продолжим а если сказали барухата ажембона и иерусалайм окей сейчас есть и скальбон и иерусалайм все равно еще не надо идти обратно есть сидурок специально благословление есть для тех которые забыли сказать рецепт алице и ну барухата ажемена кин махалан там есть благословление вот это благословление можно добавить можно добавить в биркад амазон и все а если не сказали вот это добавление не добавлять не сказали и начали четвертое благословление барухата ажеменханам лада и лабину марки на дыре ну да как бы продолжили биркад амазон дальше тогда надо пойти в начало и сказать весь биркад амазон еще раз сначала надо сказать и мужчина и женщина все должны вот это сделать а когда например расходы забыл сказать расходы не надо идти не надо повторять расходы если забыли сказать я лев я во тогда не надо повторять какая разница почему почему шаббат надо а расход уже не надо причина в том что в шаббат у нас весь митис в курсы трапезу а в росход если нет Mitchellac пошла трапеза и поэтому так как если нас每層 курсы соуда трапеза поэтому если забыл сказать биркад амазон так как есть митисо кустропеза человек должен если забыл о роз Med Administration Hub crispyい ну шаббат человек Человек должен повторить весь Биркадамазон, а так как на расходах нету митвы кушать трапезы, саудар, если забыли сказать, я левый або, ничего такого, можете продолжать Биркадамазон, да. Если вы не помните, если вы сказали, что человек читает Биркадамазон и заснул, он просыпается, не помнит, сказал, что Биркадамазон или нет, уже Арахаман читает и не помнит, ну, так, ну, так, ну, так. Тогда в этой ситуации должен еще раз повторить Биркадамазон, да, так как у нее есть сомнения, потому что есть, посмотрите, все витамины, можете найти кошерных в Боропарке или в Вадуше, есть кошерные компании, есть, как Фрида, есть, можно онлайн, кошervitamins.com, а, солгар, да, солгар, есть, Фрида, есть еще другие компании, которые можете найти кошерные, это, витамины, это не проблема. В Боропарке есть, в этом есть, в Владуше есть, вот еврейские, это в Квинсе есть тоже, это еврейские фармаси, они продают кошерные витамины. Или на интернете можете кошervitamins.com, любые витамины можете заказать на интернете, кошervitamins.com, любые витамины, можете заказать, есть. В Биркад Амазон, мы сказали, да, если кто-то забыл, должен повторять, но это все, кроме, кроме суда шлящи, если на суда шлящи, кто-то забыл сказать шабатни, забыл добавить субботни, тогда не надо повторять, Биркад Амазон. Он же еще субботний жем. В 100%, да, потому что он субботний, правильно, но есть спор между мудрецами, если человек должен кушать сюда шлящи или нет с хлебом, с хлебом. Между мудрецами с хлебом должен кушать или нет, или может только фрукты покушать. Вот если вы видели, здесь иногда не все кушают сюда шлящи, некоторые фрукты кушают, некоторые шильки слушают, некоторые другие вещи делают. а если фрукты кушает бде овад бде овад если как бы этот если нету как бы этот и человек не может кушать ничего не может кушать тогда и всем поел фрукты тоже бде овад считается что он как будто выполнил сюда шлифе но а по желательно я есть обязанность на судач лечит кушать хлеб мужчина и женщина все должны обязательно помыть руки покушать хлеб минимум 28 грамм 27 27 28 грамм лучше пусть 54 грамм но минимум по 27 грамм еще одна вещь после захода солнца вот солнце зашло или шаббат на например шаббат солнце скажем заходит 730 вечера скажем сейчас сейчас 750 677 вот так позже но скажем солнце уже зашло и шаббат уже на уже например шаббат и солнце зашло когда уже солнце заходит уже просто так нельзя сидеть и кушать после захода солнца если не помыли руки на хлеб если на хлеб по и на помыли руки и начали третью трапезу сюда шлищи дети начали тогда можно продолжать и кушать можно продолжать и кушать а если он не помыл руки просто сидел там там фрукты кушал или или орешки кушал, да, а потом солнце зашло, все, уже нельзя продолжать. Вот у нас таилим когда. Да, вот таилим вы до захода солнца делаете. Но после захода солнца некоторые женщины остаются здесь. Если они не мыли руки, уже после захода солнца уже нельзя будет есть. Это еще одна аллаха. Только после Абдалла можно будет кушать или до захода солнца помыть руки и сидеть. Если до захода солнца помыли руки, это не проблема, можете сделать. Есть у нас также митцва на шаббат. Оник шаббат. Человек должен, как бы, получать онник. Это означает, как бы, наслаждаться субботой. Часть наслаждения субботы, это будет идти спать на шаббат. Хор афтан. Полчаса, один час получить... Это тоже митцва. Почему? Это часть онник шаббат, как бы, получать наслаждение. Человек кушает хорошие обеды на шаббат, специально для шаббат, чтобы получить онник на шаббат. Онник это обозначает, что нам кайпку на шаббат. Но один из... вот онник, часть онник, это тоже пойти спать. Опять, есть человек может, есть не может, не надо заставлять себя. Некоторые люди, если днем спят, в том, ночью не могут спать. Это проблема. Так что, если хотят днем спать, не надо очень много спать, чтобы ночью могли спать потом. Но не надо себя заставлять, конечно. Если у нас митца кушает рыбу, все три трапезы. Здесь, слава богу, здесь у нас есть тунафиш на судашней чейд. Это не проблема. Но человек, если не может кушать рыбу, не должен себя заставлять тоже. Почему? Потому что, как я говорю, шаббат надо иметь онник. Онник хайпкуна. А если никакого наслаждения не получать от этой рыбы, не надо заставлять. Это же онник. Онник это наслаждение. В Кибру. Да, наслаждение. Онник шаббат. Это сейчас наслаждается. Слава богу. И поэтому я говорю, когда вы читаете на иврите, не просто слова. На русском, как читать, так и произносите. Так что вы не знаете значение. Но на иврите, когда вы видите буквы и читаете по этим буквам, вы понимаете, что это совсем другое значение. Совсем другое понимание даже. От слова ло. Что такое ло? Нет. Смотря как пишите. Ламет аалев, это будет нет. Ламет вав, это будет ему. Совсем другое объяснение. Аль. Четко аль. Аль. Что вы видите на иврите? Но аль, аль, аль. Аль асурхан. Да? На столе. На. Это с айном, если пишите. Аль. С айном. А если с алифом, это будет нет. Не делай. Аль. Аль тази. С алифом. Видите, одна буква уже меняет значение, имеете? А? Н еще есть, нет. Н ли. Н ли нету. Н. Н. Нету, да. Окей. Но, как бы, вот, буквы на иврите все меняется. Как пишите, вот, каждая буква имеет большое значение. И поэтому, когда мы произносим даже, произношение должно быть тоже правильное произношение. Произношение правильное, но проблема с нами в чем? Так как мы приехали из Советского Союза, и мы привыкшие с русским, не тоже акцентом, но алфавитом. На иврите, например, есть буква «хей». На русском алфавите нету «хей». Да? И поэтому те, которые пришли из Союза, им тяжело «хей» говорить. Хэ, не «хей». Да? Бухарским не должно быть такая большая проблема. Но все равно тяжело «хей» произносить слово вот это «хей». И поэтому, например, «халлелуя». Да? «Ха». «Халлелуя». А если «ха» не сказать, а сказать «ха», «халлелу». Это будет, наоборот, это совсем другой перевод становится, другое обозначение. «Халлель» – это обозначает восхвалять. «Халлель» – это обозначает… «Халлель» – это обозначает вещь, которая святая, я хочу его сделать не святым. Сделать его будним. «Халлель». Да. Так что, если я хочу сказать «халлель», «халлель» Богу, «халлелука» – это обозначает восхвалять Бога. А «халлель» – «халлелука», «хасвэй шалом» – это обозначает, что Бога не освящать Бога. «А» – это совсем другое слово. «Аллелуя» – это другое. «Алель» – это не «халлель». Это не «халлель», это «аллель» – это совсем другая вещь. Буква «х» – это «хэй». Буква «х» – это «хэй». Как на английском «хом». Не «хом», «хом». Так как на русском языке нет «хэй», так что они написали букву «х». На английском «х» есть буква «х». И поэтому лучше, хорошо, хорошо. Не учите иврит, а научиться как правильно читать, произносить, как правильно. Есть ударение. Даже слово «ударение» меняет значение. Смотрите, ударение меняет значение, ударение. Вот, например, слово «охэль». Четко «охэль». А «охэль» – «обед». Они «охэль», «охэль». Я кушаю обед. Смотрите, где стоит ударение. «Охэль», «охэль», «охэль». Обед. Есть «хаду», «хаду». Это израильцы не знают. Четко «хаду» и «хаду». Благодарение. Благодарение. «Хаду» – «хэль» – «хав». «Хаду» – «хэй». Например, есть слово «хаду» и есть «хаду». Благодарение. О, благодарение, правильно? а теперь ходу это благодарение а ходу это india видите это одно слово который мы читаем его каждый раз но но если мы не если и только тогда если мы не правильно произносим произно неправильно произносим вы меняем значение меняем надо тоже правильно знать как правильно произносить слова не надо молиться надо молиться но просто надо научиться как правильно произносить окей мы здесь остановимся есть вопросы какие-нибудь так что здесь у нас например мы Мы здесь в синагоге молимся рано сейчас, правильно? Мы сейчас 7, молимся в Минха, уже в Минхае, хав сармитны. Каббалат, шаббат где-то 7, 7, 25, уже мы принимаем шаббат. Пока домой придем, уже 8, 8, 8, 15, 8, 10, уже приходим домой. 8, 8, 10, 8, 15, мы же заканчиваем уже, но что становится, уже тогда, хоть даже солнце не зашло, уже можно делать кедуш. Те, кто позвонили, в комесло не ходят, так рано они будут идти. Значит, они, во-первых, должны принять в субботу, как рано они могут принять в субботу, это будет где-то... Снежки как зажигают. Даже раньше, даже раньше можно, да. Например, по закону можно принять в субботу где-то час до где-то 57, 59 минут до захода солнца уже можно принять в субботу. Окей? Уже можно принять в субботу, зажигать свечи, принимать в субботу на себя и уже шушь, а вот шо, уже метро. Уже в это время, а? Шиш, не? Смотря во сколько заход солнца. Если вы принимаете в субботу полчаса до захода солнца, полчаса, например, в календаре написано, то, что в календаре написано, это всегда 18 минут до захода солнца. 18 минут, окей? Если вы приняли в субботу, например, женщина зажгла свечи, например, полчаса до захода солнца, это обозначает 12 минут раньше, то, что в календаре написано. Окей? Если еще полчаса, если зажгла, она еще в субботу не принимает на себя, она может делать работу, окей. Но если полчаса до захода солнца, например, больше, чем полчаса до захода солнца, 40 минут, 50 минут до захода солнца, окей? Тогда в этой ситуации уже автоматически она принимает в субботу. в календаре в календаре не заходит не заходит в календаре написано 730 вот так не то что заходит в календаре написано 730 если вы зажгли свечи еще по закону суббота еще не зашла вы можете сказать я не хочу принять субботу зажигание свечами но но например а даже полчаса до захода солнца потому что как я вам объяснил то что в календаре написано это 18 минут до захода солнца значит 12 минут до этого это полчаса до захода солнца если женщина хочет не принимать субботу зажигание свечами она может например может зажечь свечи полчаса до захода солнца и сказать я не хочу принимать субботу она не приняла прохождение прохождение конечно прохождение прохождение почему почему полчаса потому что полчаса до заход солнца это смотрится что я зажигаю для субботы полчаса до но если женщина 45 минут или 50 минут до захода солнца хочет зажечь свечи так что это не смотрится как будто она зажигать для субботы можно она зажигает потому что в комнате у нее темно может для этого она зажигает да можно она зажигает для лилю нишмат доброй мурдо зажигает так что это не смотрится что она зажигает для субботы то что светло же на улице поэтому 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 когда она зажигает если больше полчаса до захода 40 минут, 50 минут, 55 минут до захода солнца, она зажгла, сбракала, уже автоматически она принимает в субботу. Да, но некоторые говорят, что чем раньше в субботу занесешь, тем... Да, но, значит, по-вашему, выходит 3-4 дня, я хочу принять в субботу. Нет, нельзя, нельзя, да, да, да. 3-4 минуты или максимум где-то 1 час до захода солнца я могу принять в субботу. Но больше этого нельзя, например, в 3 дня я хочу принять в субботу, но не могу я, но скажу, скажу. Опять, ага, метонет грунда, жушу, жушу, сабото мидро, жушу. Или лучше зажечь где-то 7-20, потому что хаму вахвэ, мо, весь конесок принимает в субботу. Потому что в этот момент синагога принимает в субботу тогда. Уже мы начинаем каббалат-шаббат и начинаем лехадоди. Окей, в этот момент 7-20, 25, вот так. Окей? Да. Так что... Окей. Большое спасибо, что все пришли. Слава Богу. Удохать. И автоян бетон. Да. Спасибо большое. Той мункин кадаан Бога боди после ладьба омер, ламе дали 34, 34, день омера. Боди сиючорум разве омер. А? Я должен проверить календарь. После 34 для Сфарадимда Ашканазовым после ладьба омер, после 33 омера. Продолжение следует...